МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предвестник больших изменений. Именно так в трех словах можно охарактеризовать то, каким стал для Мариэл уходящий 2018 год. Его итоги подвели сегодня на высоком уровне. Глава региона Александр Евстифеев по уже сложившейся традиции в ходе расширенного заседания правительства представил доклад, всесторонне охватывающий ключевые для республики моменты года. В течение двух часов в Большом зале Государственного собрания Мариэл вспоминали о том, чем отметился в истории республики уходящий 2018 год. Среди ключевых событий – участие во всероссийских и международных форумах, тесное взаимодействие правительства региона с аппаратом полпреда президентов ПФО, важные совещания федерального уровня и, наконец, проведение Дней Мариэл в Совете Федерации. Как отметил Александр Евстифеев, существенная часть работы, проведенной нынче, предшествует реализации масштабных проектов, таких как подготовка к празднованию столетия марийской автономии, проведение в Ешкарале Всероссийской спартакиады инвалидов и, конечно же, реализация национальных проектов в соответствии с майскими указами Владимира Путина. Глава региона отметил, что ближайшие несколько лет определят развитие Мариэл сразу на несколько десятилетий вперед и сообщил, с какими показателями подходит республика к этому рубежу. В первую очередь Евстифеев отчитался о работе правительства в экономической сфере. Благодаря проводимой правительством взвешенной долговой политики, направленной на стабилизацию объема государственного долга и сокращение долговой нагрузки на бюджет, впервые за период с 2004 года была переломлена тенденция увеличения государственного долга. За период с начала 2018 года объем государственного долга республики Мариэл сократился на 169,5 миллиона рублей и составляет на сегодняшний день 13,283,8 миллиона рублей. На 1 января он составлял 13,453,3 миллиона рублей. Я отдаю себе отчет, что это небольшое изменение в рамках общей суммы долга, но мы понимаем, что задача в том, чтобы ситуацию переломить и обозначить тенденцию на улучшение. Представление счетной палаты Российской Федерации, составленное 24 октября 2017 года, по устранению выявленных нарушений и недостатков, а я напомню, что аудиторами счетной палаты России была обнаружена неучтенная забалансовая кредиторская задолженность в республике, так вот это представление в тех параметрах и в тех заданиях, которые были даны правительству республики, выполнено. И решением коллеги счетной палаты Российской Федерации представление в текущем году снято с контроля. Глава Мариэл напомнил также, что бюджет республики на 2019 год сформирован с профицитом, а авторитетное международное агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг региона на уровне стабильный. Евстифеев напомнил, что в предстоящие пять лет Мариэл примет участие в реализации более полусотни федеральных проектов, и на эти цели планируется привлечь около 54 миллиардов рублей. Как ожидается, существенная часть средств будет потрачена на приведение региональных дорог в соответствие нормативам. Говоря о промышленности, Александр Евстифеев отметил значение оборонных предприятий, все предложения по развитию которых были поддержаны в Совете Федерации. Предприятия гражданской сферы также продолжают модернизировать производство и наращивать объемы выпускаемой продукции, а некоторые воплощают в жизнь масштабные экологические и социальные проекты. Отдельно хотелось бы отметить социальную направленность и разумную в этом смысле позицию и деятельность АО «Марийский ЦБК». Комбинатам активно ведутся работы по строительству отчистных сооружений. Ни один ЦБК в России не вкладывает таких денежных средств в экологию – более двух миллиардов рублей. Кроме того, занимается активно благотворительностью, благоустраивает детские площадки, дворы, асфальтирует дороги, помогает городской поликлинике и школам города. Нигде в республике больше не ведется работу по очистке дворовых территорий школ. Деревья переросли, надо их убирать, они создают угрозы. Вот ЦБК делает это в городе Волжске, больше никто нигде пока не делает. Среди достижений в сфере ЖКХ – завершенная в срок кампания по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, полноценная подготовка к отопительному сезону, успешная реализация программы по формированию комфортной городской среды. Есть поводы для гордости и в сельскохозяйственной отрасли. Впервые за много лет республика Мариэл заняла первое место в Приволжском федеральном округе и четвертое в Российской Федерации по индексу объема производства сельскохозяйственной продукции. За январь-октябрь 2018 года индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий республики составил 110,3%, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 104,6%. Стоит отметить, что итоговый отчет Александра Евстифеева охватывал все сферы жизни Мариэл. Подводя итоги сказанному, руководитель республики призвал присутствующих сконцентрировать усилия на масштабных проектах, призванных кардинальным образом повысить качество жизни в регионе. Как отметила Валентина Ивановна Матвиенко на прошедших днях республики Мариэл в Совете Федерации, если вчера республика Мариэл забылась, потерялась на широких просторах России, то сегодня она вновь зазвучала о себе очень громко. Позитивные изменения в социально-экономическом развитии республики возможны только при условии слаженной работы исполнительной и законодательной властей, органов местного самоуправления и конструктивного диалога с общественными институтами, представителями бизнесами и с бизнес-объединениями. Расширенное заседание правительства закончилось приятным моментом. Были вручены почетные грамоты от Совета Федерации, а также награды и благодарности главы Мариэл тем, кто внес значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.